Женщина, о которой сегодня пойдёт речь, совершенно не собиралась стать модным инфлюенсером викторианской эпохи. Я уверена, что если бы ей в юности сказали что-нибудь подобное и объяснили, кто такой инфлюенсер, она бы с возмущением отвергла эти инсинуации. Она была серьёзная девушка, религиозная и нравственная девушка, занятая важными вещами. И мода была последним, что её вообще интересовало. Не исключено, что в этом была небольшая детская травма. Её родители были портными. Её звали Амелия Дженкс. И она родилась в крошечном американском городке в штате Нью-Йорк, в большой небогатой семье. Перспективы у юной Амелии тоже были небогатые. Выйти замуж за фермера и стать провинциальной домохозяйкой. Но она мечтала о чём-то большем, о чём-то высоком. Она хотела изменить мир к лучшему. Совершенно точно она не мечтала войти в историю бескультурья, как изобретательница скандальных штанов. Тем более, что она их даже не изобретала. Но обо всём по порядку. Ещё в детстве Амелия Дженкс решает сделать образование своим билетом в лучшую жизнь. Опять же, особых вариантов у неё не было. За неимением большого ассортимента карьер, доступных образованным женщинам в начале XIX века. И по окончании школы она становится сначала учительницей, а потом поступает в гувернантки, в состоятельную семью в городе Сенека-Фоллс. Тоже небольшом местечке, которое вскоре станет, во многом благодаря ей, центром борьбы за права женщин в Америке. Для современного человека комплекс идеалов прогрессивной американки середины XIX века может показаться каким-то пёстрым и нелогичным. Потому что тогдашние социально подкованные и неравнодушные женщины, как правило, боролись зараз против трёх основных зол – рабовладения, алкоголизма и неравенства женщин. Казалось бы, какая связь между трезвостью и избирательным правом или отменой рабства? Для такой девушки, как Амелия Дженкс, образованной, принципиальной и не понаслышке знакомой с реалиями жизни, внутренняя связь этих проблем казалась совершенно очевидной. Все они происходили от отклонения от настоящего христианства. Квакеры в первую очередь, а за ними и другие американские протестантские конгрегации, ратовали за установление в стране равенства, провозглашённого Христом, одинакового расового и гендерного. И для Амелии было совершенно очевидно, что женщины и чёрные рабы в Америке находятся в положении, противоречащем писанию, и с этим нужно что-то делать. Но первый дракон, с которым она бросается сражаться, было пьянство. Алкоголизм в те годы в США принял совершенно ужасающий размах. Я не буду сейчас останавливаться на причинах, просто дам ссылку на мой ролик о сухом законе, где я подробно объясняла, как Америка дошла до жизни такой. Все понимали, что это ужасная беда, и более того, винили алкоголь буквально во всех бедах. В преступности, в хронических болезнях, включая туберкулёз, а также в том, что бедняки не могут вырваться из нищеты. Но в первую очередь пьянство было бичом семьи. И на этом фоне бесправие американских женщин приводило к трагическим последствиям. Муж-алкоголик мог просто забрать все деньги из семьи и спустить их в ближайшем салоне, включая то, что его жена заработала, беря, допустим, стирку на дом. И не было закона, который могли бы его остановить. А про развод вы всё уже слышали на прошлой неделе. Развод был крайне затруднительным, и был большой риск, что детей оставят с отцом, потому что у него была работа, и он как бы мог их содержать, в отличие от матери. Поэтому за права женщин и против алкоголизма боролись одни и те же женщины, на собственной шкуре испытавшие и вокруг себя видящие, каким бедствием приводит бесправие женщины в руках мужа-пьяницы. Права женщин, за которые они боролись, подразумевали не только участие в выборах президента, но и гораздо более практические и повседневные вещи. Право владеть недвижимостью, заключать контракты, работать и зарабатывать на жизнь, иметь свой счёт в банке и распоряжаться своими деньгами и так далее. И Амелия начала активно поддерживать это движение. В 22 года она выходит замуж за студента юридического факультета Декстера Блумера. И в муже она находит соратника и друга. Декстер всячески поддерживал Амелию, и он посоветовал ей начать писать для газеты. Он считал, что люди должны узнать об её идеях. Он также ей в поддержку бросил пить. Амелия начинает писать для местных газет. А в 1848 году Амелия, теперь Блумер, станет первой хозяйкой и главредом женской газеты в США. Она называлась «Лилия». И поначалу это был просто информационный листок в три колонки, предназначавшийся для распространения среди членов женского общества трезвости города Сенека Фоллс. Но постепенно «Лилия» превратится в полноценное информационно-аналитическое издание, выходившее раз в две недели. В газете печатали широкий спектр материалов интересных женщинам от кулинарных рецептов до политических статей, в том числе написанных известными суфражистками, такими как Элизабет Кэдис Тентон, о которой вы еще услышите. И вот однажды Амелия ввязалась в межгазетную полемику с гораздо более влиятельным изданием «Курьер округа Сенеки», где была опубликована передовица, говорящая примерно следующее. На какие политические права могут претендовать женщины, когда они – жалкие жертвы моды? Посмотрите на женские платья. Они же делают издам просто инвалидов, едва способных самостоятельно передвигаться. О каких свободах говорят женщины, когда они даже рабство моды сбросить не в состоянии? В ответ Амелия Блумер написала свою передовицу, где она признавала, что современная женская мода и, вправду, совершенно смехотворна и требует реформы, что, впрочем, еще не означает, что женщины недостойны избирательных прав. И с этой статьи началось ее главное сражение. Сейчас стало общим местом, что европейская женская моды 19 века была неудобной. При этом поверхностные критики зачастую говорят о всей моде целого столетия с копом и валят картинки из 30-х, 60-х и 90-х годов в одну кучу. Что, конечно, полный абсурд. Это все равно, что, как говорить о женской моде 20 века, оптом, смешивая моду 20-х, 50-х и, допустим, 80-х годов. Хотя невооруженным взглядом видно, что мы не можем адресовать одну и ту же критику к модам разную десятилетий, тем более отстоящих друг от друга на 50 лет. Так вот, мода 19 века была столь же разнообразна. И у разных десятилетий были разные закидоны, и в том числе разная степень неудобности. К примеру, в начале века, в период ампир, платья подражали античным туникам. И никаких ужасных корсетов, с которыми мы привыкли ассоциировать женскую моду 19 века, речи не было. К сожалению, мода ампир долго не продержалась. Викторианская женская мода действительно была от очень неудобной до ужасно неудобной. И голоса о необходимости реформы платья, не только женского, между прочим, вообще всего светского европейского костюма, начали раздаваться все громче. И апогеем стала середина века, когда женский европейский костюм достиг, на мой взгляд, пика неудобства. В сороковые годы талия опустилась до предела, и весь торс туго затягивали, чтобы придать ему скульптурные формы. Рукава повседневного платья были узкие по всей длине, с очень узкой проймой, настолько, что было проблематично ложку карту поднести. Юбка уперлась в пол и стояла пышным колоколом, опиравшимся на классический кренолин, от французского слова крен, конский волос. Эти юбки были настоящим бичом женщин. Основная нижняя юбка шилась из материала, сделанного из хвостов и гриф лошадей. Такая ткань была жесткой, стояла колом, не сминаясь, как нынешняя синтетическая сетка, позволяя создать модный колоколообразный силуэт. И чтобы ее фактура не просвечивала сквозь собственно ткань платья, поверх полагалось надевать еще несколько нижних юбок из довольно плотных накрахмаленных тканей. Все эти юбки дополнительно обшивали валанами и жесткой тесьмой. Альтернативой была стеганая юбка, такой зонтик из одеяла, надеваемый под платье. Ноги женщины были постоянно спутаны кучей ткани, которая весила несколько килограмм и которую при ходьбе приходилось постоянно пинать перед собой. Корсет был в этой ситуации благословением, потому что все эти килограммы нижних юбок держались за корсет, а не просто за поясок на талии. Талия бы перетерлась. Если вам просто хочется ощутить, каково было женщинам в то время, пойдите, возьмите одеяло, сверните его так, чтобы как раз доставало от пояса до пола. Оберните вокруг себя и попробуйте походить по дому. А потом представьте себе, что вам нужно в этом во всем спуститься по крутой темной лестнице, держа в одной руке свечу, а в другой орущего младенца. Женщины регулярно падали, запутавшись в платье. Они падали с лестницы. И это было ужасно на самом деле. Бытовой травматизм был кошмарным. Если вы постоянно ругаетесь, когда ваш карман-халата зацепляется за ручку двери, представьте, каково было работающим женщинам в викторианское время во всех этих юбках, застревавших в машинах и механизмах, в каминных решетках, сбивавших свечи и керосиновые лампы. Не будем также забывать, что женские юбки в прямом смысле слова мели улицы, по которым ходили лошади. И я вас уверяю, никто не бежал за лошадью с совочком и пакетиком. Юбки заметали всю грязь тротуаров, включая пометы и мелких грузунов и тащили это в дом. Даже несмотря на то, что микробная теория болезней была еще не изобретена, люди интуитивно ассоциировали грязь с болезнями и прекрасно понимали необходимость гигиены. Осторожные предложения о реформе женской одежды к середине века превращаются в громкий крик отчаяния. Женское платье словно бы становится материальным символом закрепощения женщины. Женщины хотят на свободу и в первую очередь они хотят освободить свои ноги. В 1851 году известная суфражистка Лиззи Миллер начала приводить в реальность разговоры о необходимости реформировать женскую одежду. И она начала носить турецкий костюм, как она его называла. Свободные шаровары с коротким платьем поверх, оформленные жилетом и эффектным кушаком. Миллер продемонстрировала свою новую одежду своей кузине, той самой миссис Стэнтон корреспондентки Лилии, которая пришла в восторг и немедленно тоже смастерила себе нечто подобное. Ей тогда, кстати, было лет 35, и у нее только что родился ребенок. У меня нет ее более молодой фотографии. И в этом наряде Стэнтон посетила своего главного редактора Амелию Блумер, которая была ее ровесницей. И та тоже пришла в восторг и тут же написала о турецком костюме в своей газете с картинкой «Вот как надо одеваться женщинам, борющимся за свободу». Энтузиазм читательниц превзошел все прогнозы. В следующем месяце по многочисленным просьбам Амелия опубликует инструкции по пошиву турецкого платья, после чего тираж лилии подскочит с пятисот до трех тысяч экземпляров. А турецкое платье становится современными словами вирусным. О нем начали писать другие газеты, включая столичные, окрестив его платьем Блумер в честь Амелии, которая хоть и не изобрела его, но она популяризовала его среди своих читательниц, и которая отныне будет за него отвечать. Мы, следуя принятому термину на английском, будем называть весь костюм и особенно шаровары блумерсами. К лету 1851 блумерсы стали настоящим горячим трендом в США. В крупных городах светские дамы начинают в таком виде посещать мероприятия. Прогрессивные менеджеры фабрик начали агитировать работниц переодеться в новые безопасные платья. Проводились балы, пикники и даже церковные фестивали в пользу блумерсов. В августе одна модная дама, плывшая шесть месяцев из Филадельфии в Калифорнию, с реформаторским платьем в багаже, мечтая, как она пройдет в нем по улицам к шоку и восхищению Дикого Запада, высадившись, обнаружила такое же платье в витрине Сан-Францискского магазина. То есть мода опередила ее. Но чем популярнее становится новый реформированный костюм, тем большие критики, карикатуры, негодующих Филиппик он вызывает у людей, не считавших, что это классно. Необычные предметы одежды часто лучше внедряются в культуру, если они представлены как часть национального костюма какого-то экзотического народа. Мужчина в килте звучит совершенно иначе, чем мужчина в юбке. Поэтому реформаторское платье и начали представлять публики под флагом турецкого и правильно сделали. Нельзя было предоставить обществу самому придумывать ассоциации, потому что как только ассоциации появились, они были крайне невыгодными. И нет, блумерсы ассоциировались в первую очередь даже не с мужскими брюками, потому что они не были на них похожи. Они ассоциировались с панталонами, с нижним бельём. А весь этот костюм был похож на детский. Детей тогда так одевали в короткое платьице, похожее на укороченное взрослое, и длинные панталончики. В одном из журналов были даже опубликованы стихи, которые вроде бы высказывались в защиту блумерсов, но одновременно выдавали настоящее мнение публики по поводу этого наряда. И теперь я как девчушка в платьице коротеньком, ах, с какой свободой я гуляю и пою, а как силы наберусь, я из-за дела возьмусь, и не буду я лентяйкой словно в старину. Прошу прощения за неуклижий перевод, но я старалась, чтобы было в рифму. То есть блумерсы для людей середины девятнадцатого века выглядели как для нас с вами нынешние уанзис, пижамы-комбинезоны для взрослых. И аргументы за них были те же самые. А чё, удобно, гигиенично, и мне плевать, что вы обо мне думаете, женская привлекательность меня не ковышит. Психологически это ощущалось вот так же. И теперь вы понимаете, почему блумерсы вызвали столько насмешек в прессе, и почему подавляющее большинство женщин в своём уме не стали их носить, несмотря на краткосрочный бум и их несомненное удобство. Обратите также внимание, что модные картинки значительно приукрашивали тренд. Реальные блумерсы не выглядели так шикарно. Мы говорим не о светских дамах. Читательницы Амелии были в большинстве своём не богачками и не бездельницами. Они, может быть, не работали на фабриках, но они вели дом, занимались с детьми и целый день были на ногах, поэтому они с таким энтузиазмом приняли наряд, дававший им возможность двигаться. Но они не могли позволить себе ни шикарную отделку, ни много ткани. Обычно блумерсы перешивали из старых платьев, просто отрезая полметра подола, и из этой ткани шили нижнюю часть шароваров, а вверх брюк шился из подкладочной ткани. Все это не выглядело так уж привлекательно. Политический подтекст блумерсов тоже был очевиден. Несмотря на то, что это платье преимущественно подавалось как гигиеничное и оберегающее здоровье женщин, критики в первую очередь видели в нем вызов традиционному гендерному балансу и попытку узурпировать власть принадлежащую мужчинам. Как однажды одна нью-йоркская газета опубликовала карикатуру, изображающую съезд по правам женщин, состоявшийся в мае 1851 года. И все участницы были изображены в штанах, камзолах и высоких сапогах и курящими сигарой. Хотя на самом деле на всем съезде ни одна из делегаток не носила блумерсов и никто, разумеется, не курил. Блумерсы стали ассоциироваться с воинствующим феминизмом. Но главный удар блумерсы понесли не от обиженных мужчин, а от технической революции. В 1855 году Генри Бессмер запатентовал свой новый процесс изготовления стали. Метод Бессмера позволил производить сталь дешево и в больших количествах. И вскоре прочная, легкая и гибкая сталь открыла дорогу второй промышленной революции. Сталь начала широко использоваться повсюду в промышленности от железнодорожных рельсов до обшивки кораблей. У Киплинга есть стихотворение «Мэри Глостер», где старый промышленник кораблестроитель вспоминает свою молодость и говорит «Я знал уже в те времена они возились железом, я знал только сталь годна и сталь себя оправдала и мы спустили тогда за шиворот взяв торговлю девятиузловые суда. Мне задавали вопросы, по писанию был мой ответ, так довоссияет перед людьми ваш свет». Вторая половина девятнадцатого века это триумфальное шествие стали. Но сегодня нам интересен только один эпизод этого триумфа, как сталь освободила ноги женщин. В апреле 1856 года в Париже был впервые запатентован новый кринолин на стальных обручах. И он произвел настоящую революцию в моде. Революцию, которую не удалось совершить Бломерса. Сама идея уложить широкую юбку на кольцо, привязанное к талии, была не нова. Археологи до сих пор спорят, как были устроены юбки минойских богинь со змеями 1600-х годов до нашей эры. Проблема была в воплощении. Из чего сделать это кольцо, так, чтобы оно было легким, но при этом не проминалось под тяжестью верхней юбки. Их пытались сделать из китового уса, из тростника, из гутаперчи, даже резиновые надувные. Но количество булавок на тогдашней дамской одежде быстро свело эту замечательную идею к нулю. Кринолин клетка, состоящая из нескольких уменьшающихся в диаметре стальных обручей, соединенных поперечными прочными лентами. Заменил все эти 33 нижние юбки предыдущего десятилетия. Новые кринолины начали выпускаться в кошмарных количествах. И к 1858 году существовали сталилитейные заводы, обслуживающие исключительно производители кринолинов. И все, абсолютно все женщины от королев до продавщиц, от пуританок до эмансимпанток начали носить новый кринолин на обручах. И я вас уверяю, возмущение, карикатуры, насмешек новый кринолин вызвал не меньше, если даже не больше, чем блумерсы. И критика его была во многом справедлива. Особенно, когда мода, воспрянув духом, довела размах юбок до непотребных величин. Да, женщина начала занимать очень много места. Да, кринолины как зонтики вздувались ветром, иногда открывая ноги дамы по пояс. И они были еще опаснее в быту, заметая предметы, и что особенно опасно, источники открытого огня. И поскольку это были только два слоя тонкой ткани, они вспыхивали как порох. И модницы начали сгорать заживо. Но зато под кринолином ноги женщины были совершенно свободны. Можно было нормально ходить, бегать, танцевать, не таская подол в руке. То есть новый кринолин освободил еще и руки. При некоторой тренировке дамы обучались очень ловко маневрировать юбкой почти без помощи рук. Новый кринолин немедленно даровал женщинам долгожданную свободу движения. И это был абсолютный непререкаемый успех, который никакой критикой было не сломать. И Амелия Блумер сдалась. Она примерила новый кринолин и почувствовала вместе со всеми миллионами женщин, что с ее ног сняты текстильные кандалы. И это означало, что для большинства женщин проблема была решена. Реформа одежды словно бы осуществилась. Все больше феминисток переодевается назад из блумерсов в кринолины. И вы скажете, пардон, а как же корсет, а как же безопасность и гигиена? А выяснилось, что гигиена и безопасность это только слова. Главное было это свобода движения. И как только женщины получили физическую свободу двигаться, при этом без необходимости поступаться тогдашними модными и эстетическими принципами, то есть сохранив женственность и элегантность, большинство из них решило, что проблема исчерпана. А корсет они потерпят. Сама Амелия вернулась к длинным юбкам в 1859 году после переезда в Айову. У нее было несколько мотивов. Она хотела вписаться в общество на новом месте и завести друзей, что, по ее мнению, было легче сделать, если ты не выглядишь с их точки зрения как клоун. Она также чувствовала, что есть другие, более важные вещи, на которых она могла бы сосредоточить свою энергию. Нечто более серьезное, чем мода. И в свои зрелые годы Амелия Блумер перестает быть пропагандисткой дамских брюк и становится президентом Ассоциации избирательного права женщины Йовы. Ей становится все равно, в каких платьях американки пойдут на избирательные участки. А интерес к костюму, названному ее именем, практически угаснет. В 1867 году это платье все еще носили только члены утопического сообщества Анейда, о котором, если я и осмелюсь рассказать, то только на втором уровне блогов, где я публикую маленькие видео о предметах, которые цензура Ютуба считает неподходящими. Когда я закончу рассказ, там будет рекламная вставка, где объясняется, что это за блог, как на него подписаться. Подписывайтесь, кстати, на мой канал и ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Так вот, только в конце 19 века обновленная версия женских шароваров станет стандартным женским велосипедным костюмом во времена повального увлечения велосипедами в 1890-х годах. Девушки начнут носить укороченные шаровары без юбки для занятий разными видами спорта. А в 1911 году французский кутюрье Поль Пуаре представит шаровары с туникой как часть своей ориентальной коллекции для элегантных дам. К 30-м годам женские брюки наконец перестанут быть шокирующей провокацией и превратятся в нормальный предмет одежды. К этому времени американки вот уже 10 лет как получат избирательное право. Амелия Блумер с легкостью согласилась бы, что это важнее. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог, вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все, всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok